Поэтому Господь может говорить к нам через обстоятельства, через творение. Как насчет снов? Это очень привычный способ, как Бог говорит нам. И я скажу что-то такое, что может шокировать вас. Но я не верю во все символы и в то объяснение, как нужно интерпретировать сны. Я знаю, что тут на прошлой неделе были и учили вас в абсолютно противоположном. Когда я учился в библейской школе, у нас постоянно были такие библейские учители, которые противоречили друг другу. Это очень хорошо, это очень хорошая вещь, ничего плохого в этом нет. Поэтому у вас есть благодать, вы вообще можете приспосабливаться. Вы кушаете курочку, вы плевываете косточки, учитесь этому. И вот такая проблема, и я постоянно вызываю людей на бой такой, можно сказать. То есть научи меня на основании Библии тому, что ты говоришь. И если вы не учите на основании Библии, ну хорошо, это интересная мысль, интересная идея, потому что у меня тоже бывают интересные мысли, интересные идеи, которые я говорю другим людям. И нам нужно свою веру строить на Слове. И снова, как бы, я не знаю, что учение это представляет. Моя жена бывала на таких вещах. И я уверен, что очень много вещей очень хорошие, очень правильные. Но я также встречался с такого плана учения в различных ситуациях. И если этого нет в Библии, то я бы не переезжал, эмигрировал в Африку на основании этого. Я вам говорю, серьезно. Очень интересно, что часто Бог предупреждает нас в снах. Он дает нам предупреждения в снах. Много лет назад, когда я был еще пастором, мне приснился сон. И я был во сне, возле этой ямы, где много змей было. И я стоял возле этой ямы, потом постепенно начал сползать в эту яму. А, когда я рос, вообще, для меня змеи это так, я с ними жил, дружил, гонялся за ними. И когда я приходил со школы домой, мы такой хантинг на змеи устраивали, охота на змей. Мы убивали одовитых змей. Других змей мы ловили, делали из них домашних питомцев. Иногда мы ловили таких черных змей длиной где-то в 2 метра. Но таких жирненьких. И мы обвязывали с ими вокруг нашей шеи. И мы такими крутые вообще ходили по улице со змеей на шеи. Потому что я не очень боюсь змеи. Но если бы я посмотрел, и я не ожидал увидеть змею, она там у меня рядом вообще. И во сне я просто в это кудло змей сползать начал. И ничего я не мог не сделать, чтобы сопротивляться. Затем я посмотрел на всех этих змей. И у них были человеческие головы. И когда я увидел это, я сразу понял, что Господь говорит мне. Поскольку в то же время один там парень все делал против меня, начинал, так сказать, церковь свою. Ну, я рад, когда люди начинают церковь, но этот парень атаковал, нападал на меня. И то есть сразу я понял в разуме, что похоже это на людей, но это демоническая деятельность. И затем Господь дал мне Писание, место из Писания. То есть там говорится в стихе, вы посмотрите, захотите увидеть своих врагов, но их не будет. И затем через шесть месяцев этот парень уехал, и я больше о нем ничего не слышал. Очень важно, что Бог к вам говорит. Потому что вам придется встречаться с такими ситуациями. И нужно знать, различать, это демоническая деятельность, либо это люди, у которых есть проблема просто. У нас в церкви был один из лидеров, такой пожилой мужчина, всегда он был настроен против меня. Когда я пришел в ту церковь, там было четыре лидера. Их менталитет такой был. То есть два года поддержим пастора, а потом избавимся и нового возьмем. И Господь перевел меня в эту церковь. Так как Он хотел, чтобы мы достигали людей в том обществе. И я знал, что это будет очень сложная ситуация. Поэтому те парни начали мне палки в колеса ставить. И через девять месяцев, через год. И они поговорили со всеми людьми, сказали, никаких пожертвований не давайте. Мы его до голоду уморем. И что произошло? Пожертвования в три раза увеличились. Многие люди прекратили давать деньги. В то же самое время Господь посылал других людей, которые давали пожертвования. Поэтому, когда они пытались ухудшить мою жизнь, Господь улучшил ее. Псалом 22 говорит, Господь приготавливает вам трапезу ввиду врагов ваших. Аминь. Они хотят взять меч и убить вас. А вы слишком заняты вообще своей курочкой. Кушайте свою курочку в это время. Они хотят вас убить, но не получается. Потому что Господь ваш защитник. Поэтому мы можем попадать в трудные обстоятельства. И больше тот, кто в вас, чем тот, который в мире. Вот. Тот, кто в мире, он злой, плохой. У меня нет способности бороться против Него. Но больше тот, который внутри меня, чем тот, который в мире. Видите разницу? И если вы на самом деле это понимаете, вам не надо бояться. Но если вы думаете, это я, это моя вера, это то, что я должен делать. А если вы думаете, это я, это моя вера, это то, что я должен сделать. Тогда, возможно, у вас будут страхи. Потому трое из этих лидеров умерло. За короткий период времени. И я верю, что Господь забрал их. У одного был сердечный приступ, и он выжил. И то же самое с его женой произошло. В один период, примерно, у обоих был приступ сердечный, и выжили. И в тот момент я могла бы снять его с должности, поскольку тогда было у меня достаточно силы, влияния, поддержки. Но Господь продолжал говорить мне, нет, не делай этого. И тот мужчина был, как шило для меня. Как иголка. Пять-шесть лет он. И я уже так от него устал, хотел уже его убрать, ну, снять с должности. И Господь продолжал говорить мне, не делай этого. И спустя много лет уже, он покаялся. То есть, Господь это знал. А остальные не покаялись бы. И Господь их взял. Но один покаялся. И он сказал, я был неправ, я не буду снова с тобой бороться против себя. И теперь, когда я посещаю ту местность, тот город, я к нему гости иду, называю его другом. Он очень такой жесткий. Он был учителем воскресной школы. До основного служения, воскресное утро, он учил в воскресной школе. И один из предыдущих пасторов хотел его снять с этой должности. Поскольку этот учитель постоянно учил то, что он думает. И тогда вы приходили и притчать, и сказать, что вы думали. И тогда я приходил и притчать, и я бы сказал, что я бы думал. Так что он противоречил вас. Постоянно он противоречил. Вы противоречиваете одно как пастора, а он противоречит специально учить другому. Ну, естественно, все понятно, почему пастор хотел его снять. И когда пастор проповедовал, Лерой, его звали, этого человека, выходит впереди церкви, и сказал, мы сейчас все это решим. И они еще боролись на кулаках друг с другом. Представьте себе. Представьте себе. Идете вы в церковь, а там пастор, и лидер какой-то начинает драться о том, кто будет учить. Это немножко смешно. Это служение. Это реальное служение. Вот что происходит. Ну, и не каждый человек поступает и делает это перед всеми. Некоторые люди более такие укромные, скрытые. И что люди будут против вас бороться, у вас будут враги. Но если мы пытаемся разбираться с нашими врагами, тогда Бога руки связаны. Но если мы благословляем своих врагов, то что Иешуа сказал? Он говорит, что это как собирать горящие голи на голову. Понимаете? Любящий Иешуа, разве смог бы он что-то сделать такое, наказать кого-то, забрать у кого-то жизнь. Он вообще заботится о маленьком ягненке. Также он лев. Правда? И поэтому позвольте, чтобы Господь сражался в вашей битве. Он будет в вашей битве бороться. И вы не знаете, кто может покаяться. Вы не знаете. Если вы будете воевать в вашей битве, то вы можете не того человека убить. У всех у нас есть враги. И мы должны благословлять своих врагов. И когда мы благословляем своих врагов, это изменяет наше сердце. Мы больше не будем пленниками того, что они делают. И Господь свободно может сам с ними справляться. Иначе вы будете полной горечи в попытке бороться против других людей. В снах Господь может говорить нам о будущем. Много библейских примеров. Также у меня были сны, которые показывали о будущем событиях. Некоторые сны просто зависит от того, что вы съели, наелись, или что произошло в тот день. Я имею в виду, что у меня почти каждую ночь сумасшедшие сны бывают. Это понятно. У меня сон был. И он спрашивает, «Почему ты дам мне эту еду, и ты ешь курицу?» Ты что мне эту еду даешь, а сам курицу ешь? По крайней мере, у меня периодичность такая раз в неделю, я летаю во сне. Ты говоришь, серьезно? Я иду так, и я могу летать. И что происходит? Тает, что ты имеешь в виду? Я устаю от своего полета. У меня энергии уже не хватает лететь. И я начинаю спускаться внизу, там что-то опасное такое находится. Один раз я летел так, потом начал опускаться, а там стая волков была. И что я думал, что, ну вот, если я туда спущусь, я вообще зубы повыбиваю. Поэтому я... Поэтому я... БУМ! Вот так вот я своей ногой как бы в сне начал, ну, как бы отбиваться. Это был такой серьезный удар, да, вау! Как бы... И моя жена начала кричать на меня. Поэтому, извините, вы не можете взять там пару формул различных и сказать, ну, это значит, оу! У меня сумасшедшие сны, потому что я сумасшедший человек. Но также у меня есть сны от Бога. Буквально две недели назад у меня был сон. И во сне Господь показал, что враг начнет атаковать наших детей. И на следующий день я был на служении в церкви, и я попросил Господа подтвердить это. Чтобы Он подтвердил, что это сон от Него был. Я открыл Писание и получил место... Место Даниила, когда Даниила... Даниила болит сны. И в книге Даниила говорится, что Бог показывает скрытое во мраке. И это Господь показывал мне, Он показывал планы врага. И в то утро я попросил лидеров, чтобы молиться о защите наших детей. И они посчитали это ненужным вообще. Не надо молиться за детей. И вот это место я получил Писание. И то есть я говорю место Писания и сон, и они говорят, это хорошее учение было бы. Ну, не следует как бы из-за этого раздувать. И потом сын пастора, он бегал в школе на дистанции. И некоторые там парни проезжали мимо на машине. И они очень медленно ехали, и этот сын пастора посмотрел на них. И он достал, получается, револьвер и убил его, сына пастора. В лицо убил. Но он выжил. К счастью, прошло как бы, ну, пуля, ну да, выбило зубы, все такое. И он остался живой. Я, конечно, не могу сказать, если бы мы помолились, то этого не произошло. Я не могу так говорить. Но я думаю, что Господь давал предупреждение. Предупреждение о том, что нам следует помолиться. И мы должны серьезно относиться к тому, когда Бог говорит. Понимаете? Бог говорит о нашей ежедневной жизни. Это не происходит каждый день. И что с нами может произойти? Мы можем друг на друга смотреть, как по привычке, такие все известные. Это я тебя знаю уже, все знакомые. Я знаю твои слабости, твои сильные стороны. И мы забываем, что дар Божий живет внутри нас. И когда Дух Святой начинает действовать через кого-то, мы не обращаем внимания и не относимся к этому серьезно. Поэтому нужно понять, что дар Божий находится в несовершенных людях. И Бог говорит через сны. И очень много примеров таких есть в Писании. Господь также говорит через открытые двери возможностей. Откровения 3, 7-8. И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит Святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не отворит. Затворяет, никто не отворит. Знаю твои дела, вот я. Отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты много имеешь силы. И сохранил Слово Мое, и не отрекся имени Моего. Господь открывает двери для нас. И те двери, которые Он открывает, ни один человек не может закрыть. Потому что часто люди к вам не благоволят. Но у вас может быть благоволение Бога. Поэтому не люди откроют для вас дверь. Но Бог по-любому откроет дверь для вас. Вот поэтому нам нужна вера, мы должны жить в вере, по вере. И если Бог говорит, что это произойдет, все равно, что люди вообще думают об этом. И нам нужно быть смелыми в том, что Бог показывает нам. Однажды Бог сказал мне арендовать дом недалеко от нашей церкви, и использовать его в качестве тренировки, обучения мужчин. Обучение мужчин, подготовки мужчин. Я пошел к женщине, владелец, и спрашиваю, могу ли я взять в аренду дом. Она спрашивает, что вы делать будете? И я рассказал ей. И она говорит, а, не хочу я таких людей дам. Но я услышал от Господа. Я сказал, хорошо, ладно, я буду молиться. И возвращусь через два дня и посмотрю, что вы скажете. То есть, Господь может открыть дверь для нас. И так я вернулся домой и молился, потому что я вернулся, что Бог мне показал, что это место. Я вернулся домой, молился, и я знал, что это наше место. Если бы Бог этого мне не показывал, я бы сказал, никаких проблем, буду что-то новое искать. И потом два дня возвращаюсь к ней, и она говорит, да, можешь взять это. И также были у меня случаи открытых дверей в служении. Когда я только женился, Там была открылась такая вакансия. Вакансия. Again, you manager of hotel. Yeah, it was a Christian youth hostel. I see. And they had an opportunity for someone, they were looking for someone who was an assistant manager. Christian youth hotel, so, you can say, a church. And it was a paid position. And so, I went, and my friends encouraged me, go down there and ask them, if they will let you do the job. And I was 24. And normally the people doing this job were 35, 40. And I believed, as I talked to him, the Lord wanted me there. But the manager had, I had known him in some situations, and he didn't really like me. And I was too young. So, he was like, no, 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 no. And he couldn't get any someone else, because the Lord wouldn't send anyone else. So, after about three weeks, he was like, okay, all right, I'll make an exception for you. And I've watched this in my life and other people's lives. The Lord opens doors. But you can't be discouraged when it first says no. And you don't pay any attention. Don't pay any attention. Be persistent. See, that's what faith is. That's what faith is. You understand? The Lord shows you something, you have to be persistent. You have to begin to act like it's going to happen. And you can't sit back and just kind of go, okay, when the Lord does it, then I'll see. What happens? Well, let's see, when God does it. If the Lord shows you something, and you begin to act like it's going to happen. If the Lord says, he's going to make you a world-class runner, go buy some shoes. If the Lord says to you, that he will make you a world-class runner, then you can buy a good shoes. Lauren Cunningham, who was the founder of Youth of the Mission. Who? Lauren Cunningham. He's the one who started the Youth of the Mission. Lauren Cunningham, it's the one who started the Youth of the Mission. And it's now the biggest, biggest mission organization in the world. But when it started, it was just a few people. And they did not have money. And they had a little training, a little house where they were doing their training. And God spoke to them and said, I want to give you a farm. And so what did he do? He went out and he was driving down the road and he saw an old wagon. Wagon? Yeah, wagon. So he went and bought the wagon. And he took it and he put it in the front yard of his house. And then he found some old farm tools and things, just junk, you know, and he put it all out there in his front yard. And then all the students in the Bible school said, what's this, Lauren? He said, it's my farm. Everybody just laughed. And he said, that's my farm. And he said, that's my farm. Not long after that, you hear the whole story, God gave him a farm that was worth more than a million dollars. By a man who was not a Christian. Within a few months. If you believe in something, you have to begin to act. When the Lord took the loaves and fishes and multiplied them, when the Lord took the loaves and fished, He first said to the disciples, you feed the people, the crowd. And what was their response? We have only these few loaves and fishes. See, the Lord always takes what you have and multiplies it. But if you see it as small, it will be small. If you see it as big, it will become big. God responds to faith. Now, presumption is when I think certain things and start to act. Faith is when God speaks to me certain things and then I begin to act. There is a difference. So, it's important to move forward in faith. At the same time, the Lord also says, when we walk right, He blesses what we put our hand to. I like Proverbs, where it says, the sluggard says, there's a lion in the streets. I can't go out today. I will sleep in my bed. There's always a reason, something to be afraid of. So, I won't do it. You have to act. You have to step out. So, the Lord opens doors and He closes doors. the Lord opens doors and He closes doors. In Corinthians and Colossians, you see the Apostle Paul speaking how the Lord opened effective doors of ministry, fruitful doors of ministry. What you have to begin to learn to do is know that God will be speaking to you every day. But He doesn't always speak to you in the storm. It just happens in quiet kind of ways. And you have to develop your spiritual life to where you can recognize when God is speaking. That's why when I'm teaching, I talk about all these different things. because otherwise you just sit there well, I'll just go sit somewhere real quiet and wait for God to speak to me. It's just interesting about the Lord. He'll speak, but you have to learn to recognize it. It's interesting, isn't it? You can go past it, or you can recognize it. But He doesn't force it upon you. But He doesn't force it upon you. Peace. It's another way that God speaks to us. It's another way that God speaks to us. Isaiah 15, 12. What's that? Maybe it's another chapter. Yeah, it is. How about 12, 15? No, that doesn't work either. Okay, I'll find the passage. Don't worry, I'll find the passage and tell you later. Please translate. Okay, later on I'll give it to you. Don't worry. But it says in Isaiah, you will be led forth with peace. Romans chapter 8, write that down. You can't worry about that one for right now. Don't worry about that one for right now. So, so, peace in our heart. Have you ever been in a situation, where you didn't know why, but you felt troubled in your heart, in your spirit? Have you ever been in a situation, where you don't know why, but you do it? Yeah, that's the Holy Spirit. That's the Holy Spirit. Letting you know, something's wrong. Pay attention. He doesn't always tell you what's wrong. He doesn't give you the full revelation, because he wants you to pay attention. Be on alert here. There's something wrong with your child. Those children that he's, you know, your son's playing with, something's quite wrong. You don't know what it is. I can look at some people, and I can go, something's not good there. I can look at some people and go, hmm, dangerous. Not everyone, but regularly. Well, I've learned to pay attention to that. In the past, I thought, oh, that's being a bit hard. Bitter? Yeah, but no, that's being a bit difficult. You know, I'm not being fair. If you were in the past, I'm not being fair. Yeah, maybe I have a kind of a bad impression, or I'm not being fair to them. And then bad things happen. And you say, oh, I wish I was paying attention. And you say, oh, I wish I was paying attention. My oldest son will say, when he was growing up, that he could never do bad things. Again. My oldest son always said, he could never do bad things. And he said, because my dad always knows what's happening. Because my father knows what's happening. He said it. And he said, my father always knows what's happening. How would I know? How would I know? How would I know in my spirit? You just know in your spirit. Something's wrong. Что-то неправильно. Матери все равно имеют это очень доброе. Папы тоже. Но мамы тоже очень сильно развиты. Но это тоже, но особенно сильно у матерей. Вы знаете, что-то не так. Что случилось? Обратите внимание на это. Иногда волки приходят вместе с овцами. Обращайте внимание на это. Мы знаем, что произошло в этом году. Убили пару наш. Были ли предупреждения, знаки какие-то? И то есть вы как бы не смотрите сейчас на кого-то, чтобы обвинить. Вот чья-то вина это. Но можно сказать, чему мы можем научиться из этого? Чему Господь учит нас? Поскольку еще есть много жестового волков там, снаружи. И нам следует обращать внимание. Нам не надо быть подозрительными. Просто в своем духе обращайте внимание, если нет мира. И когда у нас есть мир, Исайя говорит, Господь будет вести вас в мире. Иногда единственный способ, как Господь к вам будет обращаться, это только мир в вашем сердце. Вот и все. Я молился о каком-то принятии решения. Два, две, три недели у меня абсолютный мир. Аллилуйя. Как бы иди, делай. И чем более важное решение, тем медленнее буду принимать, тем медленнее будет процесс принятия решения. Что вы хотите, перерыв или еще продолжим? Продолжение. Продолжение. Continue, continue. Okay, all right. Priorities. Приоритеты. Yep. One more. This? No. It's not on there. Okay, don't worry. No, 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 no. Go back. No. It's not here. Go back to peace. It's okay. Yeah. Another thing the Lord does is, we talked about this already, is just write down Matthew 6, 33. God. Да подождите, он очень мысленно сказал. Как он говорит, Господь дает нам приоритеты, о чем я говорил. Что идет первое, что идет второе, что идет третье. То есть, он уже это вам сказал, он не будет вам это каждый день повторять. Итак, вам следует запомнить, каковы мои приоритеты. Okay, prophetic words. Okay, so corporate, or prophetic words that are to the group. Most of the prophetic words in the Bible, I don't know if you say most, but, but, a lot of it is to a group of people, or to a nation, or to a church. Корпоративное пророчество, которое направлено к целому народу, к церкви, к городу. Поэтому Господь обращается к целой группе людей. Поскольку большая часть нашей цели жизни исполняется, воплощается в наших взаимоотношениях с другими людьми. Если взять Новый Завет, послание к Галатам, Ефесянам, все это написано в группе людей. И то есть, как Бог говорит, то, что Он говорит всем нам. И это принадлежит как мне, так и тебе. Также пророческие слова к личностям, индивидуальные пророческие слова. Откровение первые три главы, пророческие слова, пророчество корпоративное, пророчество индивидуальное, следующее. Деяния 21.11. Это один из примеров Деяния 21.11. Очень много примеров таких в Библии, можете найти. Что апостол Павел говорит о пророчестве в 1 Коринфянам? 12 глава. Он говорит, мы пророчествуем отчасти. Никто не пророчествует в полноте. Что это значит? И это значит, когда кто-то пророчествует, то он видит только часть картины. Вот поэтому пророчества могут быть опасными. Поскольку человек берет этот кусочек пророчества и действует на основании так, как будто это уже целая картина. И как сказано, мы знаем частично, и мы пророчествуем частично. Первая Коринфянам 13 глава. Потому что, когда кто-то пророчествует, то есть, здесь также нужно учитывать человеческий фактор. Я могу что-то увидеть в своем Духе и сказать это. Но это легко добавить к этому еще мои такие инструкции, советы к тому, что Бог уже сказал. И некоторые люди очень незрелые в пророчестве. Возможно, одно слово они получат от Бога. И будут с вами говорить пять минут. Видите? Поэтому пророчество может быть очень нестабильным и таким нестабильным. Поэтому нужно быть осторожным. Я хочу, чтобы Бог ко мне проговорил, а ну дай мне пророчество. Потому я вас учу еще девятнадцать способов, как Бог говорит. И, исходя из моего опыта, могу сказать, что другие способы намного надежнее, на них можно положиться. Из моего опыта. Но также у меня были пророческие слова для меня, которые были от Господа, которые были точны и которые очень помогли. И также на протяжении тридцать одного года служения, может быть, три, два, три, пять, четыре, пять раз, когда было пророчество ко мне. Как часто люди пророчествовали мне лично? Ну, может быть, тысячи раз. Поэтому, когда я слышу пророчество, я обращаю внимание, Господь, ну, подтверди, если это правда. И затем я просто живу своей жизнью. Бог будет говорить ко мне. Мне не обязательно, чтобы ты мне говорил, что мне делать. Алло. Если бы мы не научились слышать голос Бога, то мы зависимы от пророчества. О, пророчествуй мне. Я думаю, что это опасно. Но в то же самое время Господь говорит через пророчество. И я верю, что пророчество оказывает очень важное влияние. И чем более зрелый пророк, тем это лучше. И некоторые из вас слышали, как я так говорил, я повторюсь. Если вы будете пророчествовать мне, что я должен поехать в Африку, тогда я должен буду взять вас с собой в Африку, чтобы вы мне пророчествовали, когда мне нужно будет возвратиться домой. Да? Еще вопросы какие-то могут быть по этому? У меня вопрос такой. Вот сколько раз мне в жизни не пророчествовали, то все время пророчествовали и говорили только все хорошее. Может ли Бог говорить через человека что-то такое, ну, что... Обличающее. Все пророчества от Бога, они были все позитивные и хорошие, и я не получила никаких негативных. И может ли они быть негативными? И, как, как... Ребюкин? Да, это хорошая вопрос. Хороший вопрос. В Новом Завете мы видим, что пророчество по трем причинам. Ободрение, увещевание и утешение. Но также в Библии мы можем найти, когда исправление приходит через пророчества. То есть различные периоды, как Бог говорил, как разбирался с людьми. Поэтому, как часто мы видим, что людей исправляют с помощью пророчества в Новом Завете? Мы видим, что Иисус говорит пророчески к церквям в первых трех главах Откровения. И Господь перечисляет имена тех людей, которые неправильно ведут себя. И совсем мало примеров видно, что пророки идут и исправляют поведение людей. И я думаю, что это хорошая вообще причина. Так как нам говорится, как надо все исправлять. В Аллатам 5 главе То есть мы, духовные, более зрелые, те, которые зрелые, нужно пойти кому-то с нежностью, с любовью, исправлять. И нам нужно поступать так, иначе мы можем сами в такую же ловушку попасть. То есть, другими словами, вы хотите кого-то исправлять, то нужно самому осознать. Да, вообще, я тоже, у меня вообще каждый день тоже какие-то неприятности, неудачи. И если я кого-то хочу исправлять, то мне самому надо быть очень смиренным. И как там говорится в Аллатам, только зрелые должны это делать. И так же, там говорится, носите бремена друг друга, и так исполните закон Мессии. Носить бремена, значит, свое плечо подставить под эту ношу чью-то, и идти рядом. Поэтому нам сказано, если мы хотим исправлять, то также нужно и помочь человеку в той проблеме, которую мы исправляем. Если вы не хотите кому-то помочь в их проблеме, то, возможно, вы не тот человек, который должен их исправлять. Понимаете, у некоторых людей есть служение исправления, и называют они себя пророки. Я так не думаю. Это помогло? Ответил на вопрос? Допустим, представьте себе, вы кого-то исправляете через пророчество. Это такое ощущение, что Бог вас по морде побил. То есть, это не восстанавливает вас, это не в любви сделано. И очень ясно видно в Новом Завете вот эта забота, служение овцах, забота об овцах. Большинство людей, которые называют себя пророками, которые исправляют людей, и они просто противные люди. Если бы они были в мире, таких же им бы обратно там дали сдачу. А в церкви они могут быть противными, отвратительными, никто им ничего не скажет, потому что это пророк. Кому-то полегчало сейчас? Иногда лучше, когда я ничего не знаю, когда я в неведении. Но даже если какие-то такие ошибки, то не переживайте. Скажите, ладно, я возьму урок, буду расти дальше, буду становиться зря. Церковь должна быть самым безопасным местом на Земле. Следующий способ. 13 ways God speaks. Из-left, you mean. No, no, this is the 13. 11, 11. No, I have 13. 11, let's say. 11 was prophetic words. 12. Don't worry, don't worry. Just keep them, because they have their numbers. У вас всех разные номера, так что по-любому. Сейчас назовем. You count differently? Yes, yes, the Jewish students, you know. They contradict each other. Don't concentrate on numbers. All right, don't worry about it. I know them. I know them. Расслабьтесь, расслабьтесь. Okay, well, listen, when I'm through, I'll read off all 19, okay? All right, in case you missed one. All right. The quickened word of God. Следующий способ, как Бог нам говорит, ускоренное Слово Божье. Наступный. We talked about this a little bit already. The rhema word of God. The spoken word of God. Произнесенное Слово. Remember, I was telling you the story about when I was reading about Damascus and the road called Straight. You're reading something, and all of a sudden life starts to come. So, you read something, and then suddenly life starts to come alive. That's God speaking to you. That's God speaking to you. Often the Holy Spirit is teaching you. That's God speaking. That's God speaking. It can also happen when somebody is talking to you. Также это может произойти, когда кто-то с вами разговаривает. See, someone can be just talking to you, and we're talking about football. Мы разговариваем друг с другом о футболе. And they just say a phrase. И они скажут какую-то фразу. Our sentence. Our full sentence. Или предложение. And it just comes alive. Boom. And then they just keep on talking about something normal. And you realize, God just spoke to me through this person. And you learn to recognize it. They don't know that God spoke through them. But God just spoke through them. That happens all the time. The Lord speaks through you more than you realize. You're talking with someone, blah, 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 blah. And then there's this thought comes that you never had. And then you go like, you think, oh, I'm really smart. And you go, blah, 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 blah. And you tell people. And they go, wow, that was good. And then we go, wow, super. And then we go and talk and you think, wow. Какой я умненький, классный. Это постоянно со мной происходит. Допустим, я учу что-то. А затем я учу о чем-то, что вообще раньше не говорил. Или чего вообще не знаю. И я начинаю это сам записывать себе. Я не хочу это забыть. Постоянно это происходит со мной, когда я учу. О, я научился узнать, о, это Господь, надо записать. И с вами это тоже происходит. Вы ободрять, с кем-то говорите, и Господь через вас говорит что-то. Вот как Бог говорит. Не надо это сделать таким таинственным. Или чем-то таким сложным. Бог может очень спокойно смешаться и раствориться в вашей жизни. Иногда это мир в вашем сердце. Иногда это просто ускорено слово, через другого человека. Иногда это просто приоритеты, которые Он нам помог установить. Иногда это учение из Библии. Иногда это сон. Все эти различные способы, как Бог говорит, творения. Марк 11, 14. Римлянам 10, 17. Эти стихи, которые говорят об ускоренном Слове Божьем. Как в Библии, три слова означают Слово. Графа, написанное Слово. Логос, живое Слово. И Рема, произнесенное Слово. Графа, написанное Слово. У всех есть. Тем логос, живое Слово. Это Иешуа, Слово стало плотью. И также Рема, когда Бог говорит, произнесенное Слово. Бог сказал и создал мир. Рема, сила, когда Бог говорит. И когда мы подчиняемся Духу Святому, Бог будет говорить через нас и будет создавать что-то. Будет творить так же, как Он создал мир. Есть вещи, которые Он хочет сделать. Есть вещи, которые Бог хочет сделать. Потому что есть еще дела, которые Бог хочет создать. И мы видим это. Мы видим, потом мы говорим. Произносим это. И Бог это делает. Вот что значит, в принципе, молитва. Откройте Римлянам 8. Римлянам 8. Весмая глава. 26 стих. Также Дух подкрепляет нас с немощи наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух отдатайствует за нас с воздыханиями незреченными. Испытывающие же сердца знают, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. Даже мы не знаем, о чем молиться, о том, что должно молиться. И часто молитва, она очень скучная. Почему? Потому что мы все сидим и говорим Богу, что Он уже и так знает. О, Господь, Ты знаешь, что у меня это проблема. И допустим, помолимся, помолимся, чтобы Господь благословил еду. Господь благослови еду. Спасибо за нее. Аминь. Все, достаточно. А что потом происходит? Еще десять человек должны то же самое говорить. Еще кто-то сказал, Господь благослови еду, спасибо. Господь благослови еду, спасибо. Можно сказать, Бог тормоз, Бог тормозит. Он в первого раза не понял, ему надо еще повторить. Большинство из наших молитвенных служений можно сократить до пятнадцати минут. Потому что остальные 45 минут мы повторяем одно и то же. Господь смотрит матч Украины-Россия, пока вы молитесь. Да, там ничего интересного, это молитвенное служение. Пойду посмотрю лучше футбол. Вы поняли, что я хочу сказать. Что Ишуа сказал о молитве, когда вы молитесь? Не будьте многослови. Не будьте многослови. Тогда почему мы так много говорим? Я не понимаю. А потом еще Ишуа говорит, Он уже это все знает. Правда? Да. Он говорит, Бог уже все знает. Поэтому почему ему нужно сказать восемь раз? Это у меня личная ошибка. А, я думаю, это мое личное раздражение для того, чтобы я вырос. Поэтому, когда вы молитесь, молитесь кратко, четко и ясно. Можно сказать, молитва – это как да, вы смотрите на гору. Я вижу там такой красивый водопад спадает со скалы. Затем какие-то там скалы, какие-то камни наверху. А другие люди видят, там еще какой-то олень скачет по дарам. Поэтому вы молитесь о том, что вы видите. Молитесь о том, что вы видите. Но не надо обмаливать всю гору. Кто-то помолится о другой части этой горы. Собирайтесь на молитвенное служение, и три человека молятся об одном и том же. И некоторые из вас умны. Вы умны, и вы говорите, сестра такая-то такая, помолись обо всем, а я пока вздремну. Я научился этому на молитвенных служениях. Но нужно очень внимательно следить за своей головой. Потому что если ваша голова дергается, сразу это дадут знак людям, они поймут. И все думают, да, правильно. Аминь. Да, Господь. Потому что вы слышите шум, даже если вы спите. Да, Господь. Это называется навыки выживания. Потому что здесь Господь говорит о молитве. Он говорит, что мы не знаем, как молиться. Но Дух знает сердце Бога, исследует сердце Господа. Я не знаю, как молиться. Дух Святой смотрит в сердце Отца, и Он видит, что Отец хочет сделать. И затем Дух Святой говорит моему сердцу. И теперь я начинаю говорить то, что я вижу. Это сильная молитва. Вместо того, чтобы я давал инструкции Богу, как надо управлять Вселенной. О, Господь, я не уверен, что ты знаешь, что произошло на этих днях в Украине. И понимаешь, нужно вот это, 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 и мы говорим ему все, что надо. Во имя Иисуса. Или же можем сказать, Господь, я не знаю, как молиться об этом. А что ты видишь? Что ты хочешь? И затем мы открываемся Духу за том, и чтобы Он давал нам молитвы Богу. Это очень радостно. Мне нравятся такие молитвы. Я не сплю на таких молитвах, на служениях. Потому что мы движемся в Духе, в власти. Мы изменяем все в мире. И Божье искрение освобождается. Это сильно. Это просто радостно. Вот таким должны быть молитвы. Аминь. Поэтому, когда мы молитесь, то время уделите, чтобы послушать Дух Святой. И затем там говорится, что призванным Богом по Его изволению все содействует ко благу. Все содействует, или же в другим исламе там слово используется, заряжать энергией. И также, чтобы понять этот стих, нужно понять то, что мы только что сказали. Когда мы молимся Духом, то Бог все делает ко благу. Видите? Да. Не просто Бог делает все хорошо. Бог все делает хорошо. Он все делает ко благу, когда мы молимся Духом. И это изменяет нашу жизнь, наши обстоятельства. И нам была дана сила. И жизнь с Богом не должна быть скучной. Но мы становимся религиозными. Ну, не обязательно фарисеи. То есть, мы делаем все так же само, рутина, и мы даже не знаем, почему так происходит. Это происходит со всеми нами постоянно. Поэтому нужно постоянно освежаться, что-то новое делать. И напоминать самому себе. И не бойтесь людей. Не бойтесь людей. Это значит, что есть два человека, которые молятся постоянно, то вы с любезностью закройте им рот. Ну, да, нам нужно так сделать. Иначе по-другому это может остановить всю работу Бога. Потому что все думают о чем-то другом, никто не слушает Дух Святой. Всегда, как бы, в каждой группе есть одни и те же люди, молятся одной и той же молитвой. Это нужно остановить. И этому нужно, следует научить людей. И, в принципе, большинство людей, которые так поступают, они не плохие люди, просто они не знают, как по-другому. Поэтому, да, не думают, никто не молится, вы себя помолитесь. Вы понимаете? И нам следует двигаться, действовать в силе Духа Святого. И я скажу, что именно тогда начнет что-то двигаться с места. И это очень радостно. И это ответственность лежит на лидерах. Вы создаете определенную окружающую обстановку, атмосферу. И то, что я говорю людям. Допустим, я рассказал им, что это за гора. И каждый помолись только кусочки той перспективы, которую вы видите. И если вы видите даже много чего, то помолитесь только об одном. И доверьтесь, поверьте, что кто-то другой также это увидит и помолится об этом. А если даже никто не помолится, так вы помолитесь в конце. Так как молитва — это то же самое, что и пророчество. Если вы поступаете так. Почему? Потому что вы видите сердце Бога. Вы провозглашаетесь, соглашаетесь с Богом в том, что Он хочет сделать. Бог сказал, и был создан мир. Мы видим сердце Бога. И мы соглашаемся с Ним, что Он хочет сделать. И Он начинает создавать, творить, изменять. Что может быть более радостно, чем это? Это работает. Я говорю точно, что это действует. Давайте перерыв сделаем. Спасибо. 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 Спасибо.